Параман, добавление к мантии, принадлежность облачения монаха Малой Схимы, небольшой четырехугольный плат из материи с изображением восьмиконечного православного креста на подножии, орудий страстей христовых и адамовой головы, по краям парамана имеется надпись, выполненная на церковнославянском языке, «Ас язва господа моего Иисуса Христа на тать лать моем нашу», являющаяся цитатой из послания апостола Павла, Галатом, носится на теле под одеждой на четырех шнурах, пришитых по углам, таким образом, что четырехугольник оказывается на спине, а шнуры образуют на груди крест. Параман напоминает о кресте, который взял на себя монах, пожелав следовать за Христом. Патриарший параман больше, чем обычный и потому называется «великим», он надевается только патриархом московским поверх подрясника и только перед богослужением. В других поместных православных церквях аналогов великого парамана нет «ношения параманда». При вступлении в иночество над монахом совершается последование малой схемы, в которой монах дает обеты иночества и ему дается новое имя. Когда наступает момент пострижения, монах трижды дает игумену ножницы в утверждение своего твердого решения. Когда игумен в третий раз принимает из рук постригаемого ножницы, то он, с благодарением Богу, постригает крестообразно волосы ему, во имя Пресвятой Троицы, посвящая его этим всецело на служение Богу. После этого на принявшего малую схему надевают параман, подрясник и пояс. Затем постригаемый покрывается мантией, длинным плащом без рукавов. На голову надевается клобук, так называется камеловка с длинным покрывалом, наметкой. В руки даются четкий шнурок с нанизанными на него шариками для подсчета молитв и поклонов. Все эти одежды имеют символическое значение и напоминают монаху о его обетах. В заключении обряда дается в руки новопостриженному кресту и свеча, с которыми он стоит всю литургию до самого СВ. Причастие – эволюция параманда. В древности параманда состоял из двух ремней, надеваемых поверх хитона или рубахи крестообразно на плечи, в знамении поднятия на рамена крестного Иго Христова. В иных случаях параманда состоял из двойных шерстяных перевязей, спускавшихся с шеи и обнимавших крестообразно плечи под мышками и затем припоясывавших нижнюю одежду. В последствии к этим ремням и перевязям стали прикреплять небольшой льняной плат на груди с изображением страданий христовых. А поясываясь концами ремней или перевязей его крестообразно, наподобие диаконского ораря, некоторые из инаков надевали парамант поверх монашеской одежды, некоторые не только сверх хитона, но и рубахи. В настоящее же время поверх одежды носят удлиненный парамант или аналав только схемники, аналав. В русской традиции аналав – это аналогичное параману богослужебное облачение, принадлежащее монаху-великосхемнику. Согласно принятым в Православной Церкви редакциям богослужебных книг, припозрегив Великую Схему аналав возлагается на постригаемого со словами. Брат наш приемлет аналав во имя Отца и Сына и Святаго Духа, восприемляя крест свой на рамях и последуя владыце Христу. Сам о нем, Господи помилуй, содержащийся в этих словах евангельская цитата объясняет символическое значение аналава.